К нам присоединяется оппозиционный политик, член полицовета партии Парнас Наталья Пелевина. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, поговорим о перспективах принятия закона о конфискации имущества за так называемые фейки российской армии. Какие возможности принятия этого закона, а судя по всему его примут, какие возможности это открывает для Кремля? Ну, мы на самом деле сейчас пытаемся разобраться, потому что там огромный новый перечень всякого разного они предлагают за те пункты, за которые можно будет конфисковывать имущество людей. Там все начиная от фейков так называемых о вооруженных силах Российской Федерации до призывов разных и вплоть до того, что нельзя по этому закону будет, дабы не было конфискованного имущества, положить, называться о зарубежных санкциях в отношении России или призывать к этим санкциям. То есть вот такой очень широкий разброс всякого разного, мотивация, понятно, максимально запугать тех, кто еще позволяет себе озвучивать свою позицию. В первую очередь внутри России, конечно, но, скорее всего, это коснется и тех, кто находится за рубежом, как я, кто являются иноагентами, кто, так сказать, потенциально попадают тоже под все это, поскольку мы, естественно, свою точку зрения регулярно высказываем. Это, в общем-то, мотивация, повторюсь, она очевидная абсолютно, в меньшей степени это связано с тем, что им как-то сильно они обогатятся от этих вот каких-то там квартир, допустим, изъятых у иностранных агентов или просто людей, которые озвучивают свою позицию, потому что среди таких людей, олигархов, миллиардеров почти нету, среди тех, кто озвучивает правду, будем так говорить. Поэтому вопрос именно исключительно в запугивании всех остальных, дабы было, так сказать, не хотелось по такому же пути двигаться. Они стараются купировать любое накомыслие, причем со стороны не только тех, кто остался в России, таких, кто, позволяете, там высказывался, вообще достаточно мало, если быть объективными. Но между тем, значит, постараться просто заткнуть всех уже окончательно вот этим страхом об изъятии имущества. Просто вот, да, неужели непонятно, что те, кто остался в России, уже и так достаточно запуганы, потому что за любое слово, которое не понравится российским властям, посадят за решетку не на один год. А что касается тех, кто уехал, например, если человек уехал, у него осталось имущество в России, то могут конфисковать просто без каких-то там суда условные следствия, без присутствия личного этого человека, просто заберут, отнимут и все? Ну, мы пытаемся сейчас понять, пока не понимаем. У нас есть чаты, где иноагенты собираются обсудить как раз вот такие вопросы. Пока мы не знаем. Пока не знают и юристы, потому что это надо читать, финальную версию закона, потом еще пока прецедентов не было, как она будет реализовываться в реальной жизни, это еще отдельная история. Пока мы не понимаем. Но понимая абсолютный, так сказать, беспредел, который творит власть, может быть, что угодно. Скорее всего, все-таки они какие-то процессуальные, так сказать, моменты будут соблюдать. Вот сначала там завели уголовку, уголовка прошла через суд, на выходе вот мы получили там некий приговор, в котором в конце, как в советское время, приписано с конфискацией имущества, допустим. Вот такой приблизительно, наверное, будет процесс. Пока их, повторюсь, естественно, не было, потому что и закон сам еще не принят, но, скорее всего, будет принят. И дальше уже будет оно развиваться приблизительно таким, я так думаю, образом. И, в общем-то, конечно, это заставляет людей, так сказать, задуматься, потому что, повторюсь, среди критиков власти мало очень богатых людей, и те, у которых осталось какое-то имущество в России, это и вообще их в жизни единственное имущество. Никакого другого у них нигде нет, и, возможно, уже и с трудом будет. Поэтому это такая нетривиальная, очень сильно неприятная, ну, вполне ожидаемая, в общем, история. А вот эта история с обязательным консульским учетом россиян за границей, это что? Ну, это такой вот посыл, большой брат тебя везде видит, что ли. То есть мы бдим, мы всех держим на карандаше. По крайней мере, они пытаются так это преподнести. Преподнести, повторюсь, одно дело на бумаге, другое дело в реализации. Очень трудно себе вообще представить, как люди, находящиеся за рубежом, будут идти самовольно и вставать на учет в консульстве. Но какие-то будут, наверное, которые как бы там никак не связаны с политикой, с критикой власти, и как бы им все равно. Им сказали, что надо, и вот они пошли. Непонятно, как будут наказываться те, кто не пойдут вставать на учет в консульстве. Пока никаких механизмов никто даже не озвучил по этому вопросу. Будут их находить, и чем их будут наказывать, там, не знаю, в Бельгии, во Франции, в Америке. Ну, то есть и механизмов-то находить тоже нету особо, да. Поэтому в большей степени это вот такая вот, ууу, я страшный, я тебя везде найду. Знаете, как в детских сказках. Я думаю, что это вот в таком ключе. И я даже не уверена, что это где-то инициировано кем-то в администрации президента. Я думаю, что какие-то МИДовские работники на опережение, как им кажется, придумали вот такую неоценную статью. Типа мы бдим, мы следим, Владимир Владимирович, за всеми нашими гражданами по всему миру. Будем их держать там же ежовых рукавиц. Ну, приблизительно так, я думаю, они об этом рассказывают. А, повторюсь, реализация, я думаю, будет совершенно, ну, совершенно иной. То есть эта история, возможно, даже направлена не столько против россиян. Хотя, безусловно, эти действия, которые предпринимает российский МИД, эти, они не оправдываются ничем. Но это, возможно, конкретно вот такая история для Путина, подарок для Путина. Потому что, помнится, белорусский диктатор Лукашенко не издали закон, вследствие которого граждане Беларуси, которые находятся за границей, они не могут получить консульские услуги в посольствах и консульствах Республики Беларусь за границей. Что касается продления, переоформления документов, личных, паспорта в первую очередь. И белорусам, которые за границей, нужно ехать в Беларусь. А там под белой ручки и проверяют, принимал ты участие в акциях протеста 2019 года, не принимал участие. Ну и, соответственно, делается вывод и принимается решение, либо человека бросить за решетку, либо, возможно, не бросить. То есть, это вот такая недоработанная, недоработанный инструмент, достаточно репрессивный, но на троечку, что называется, да? Ну, люди, уехавшие, делятся на политически активных, политически неактивных. Политически неактивным все равно. Им, чтобы получить какую-то услугу в консульстве, и для этого, если им надо встать на учет, они встанут. Им все равно абсолютно. Они ни в каких списках там не значатся, им по барабану, извините за выражение. А вот коллеги мои, в том числе, кого я хорошо близко знаю, которые политически активные люди, в любом случае не ходят больше в консульство за услугами так называемыми. В любом случае, те, у кого заканчивались паспорта, они просто предпочитали просить временную бумажку у той страны, в которой они находятся, там есть такие определенные возможности, но не получать заново российский паспорт. Не говоря уже о том, что в большинстве случаев у людей висят какие-то там уголовные дела, и им в консульстве и так не дадут новый паспорт российский загранник. Поэтому, в принципе, это не сильно вообще повлияет на наших людей оппозиционных, в любом случае, в силу того, что туда не ходоки так или иначе. Как это будет влиять на родственников? Ну, тут уже чуть более серая зона. Но, в принципе, это в большей степени такой вот мазок эмоциональный, дабы донести вот это свое отношение, что мы вас всех держим под контролем. По факту никаких оппозиционеров они под контролем держать все равно не сумеют. А остальных, ну, наверное, в общем-то, кто-то табуном будет кружить вокруг консульства, продолжаясь вполне себе. Возможно, такие россияне тоже есть, их много. Поговорим о протестах в Башкортостане. Во-первых, какая сейчас ситуация, стихли ли они? Во-вторых, как Кремль пытается их подавить? Своими традиционными силовыми методами? Или также используют шантаж, угрозы для лидеров этих протестов, для участников? Ну, они используют всегда все методы, потому что методы разные работают на разных людей, воздействуют, имеется в виду. Поэтому здесь они стараются дубинками, потом где-то дубинками не выходят, приходят, начинают разговор, разговаривать, чем-нибудь там пытаться задобрить, подкупить, что-то предложить. Ну, это как бы такая естественная схема вполне себе. Но то, что ему необходимо купировать окончательно перед выборами и вообще лучше в ближайшее время, это понятно, потому что он же картинку им неприятную все это создает в самый ненужный момент. Поэтому ясно, что там используются абсолютно сейчас все возможные ресурсы. И боюсь, что постепенно они сумеют таки купировать, потому что в какой-то момент такой критический, либо это начинает разрастаться просто максимально и широко, либо постепенно начинает ссыхаться. Вот сейчас они на вот этой как раз точке, когда оно может пойти как в одну сторону, так и в другую. Но методы, да, методы абсолютно все. От подкупа до шантажа. А вот мы знаем, у тебя там какие-то уголовные дела были, вот мы сейчас тебя снова заново посадим, это если там какой-то такой вот вариант. То есть подходы они научились иметь в этом отношении для того, чтобы максимально оккупировать открыто действующих, мыслящих людей. Минимум 25 человек арестовал суд после протестов в Башкортостане. Об этом пишет издание «Сирена». Вы знаете, поправьте, если я не прав, но кажется, что у этих протестов не было лидеров. Что они носили такой характер. Да, это протесты, очевидно, которые не были спланированы там заранее, но у них не было людей с громкими именами или с громкой позицией. Почему так? Ну, конечно, это локальный и вполне себе спонтанный протест. Поэтому у них там локальных лидеров оппозиционных не было, на мой взгляд, сейчас, по-моему, не было. И это было совершенно вот такое народное, локальное восстание, повторюсь, абсолютно спонтанное, возникшее вот из эмоций человеческих, их негодование. А это всегда самое эффективное, на самом деле. Это более эффективное, чем какой-нибудь там лидер, назвавший себя лидером человек, будет, значит, приглашать куда-то. Кто-то придет, а кто-то нет. А здесь народ пошел просто массово, потому что все были одинаково возмущены. Подчас вот такое безлидерное, оно работает даже лучше. Другое, что потом, если это все-таки на что-то перерастает, там уже образовывается, естественно, и лидер какой-то возглавляет. Ну, он появляется просто в среде этого самого народа. Просто самый активный, такой самый там умеющий говорить, вербализировать какие-то цели человека. Появился ли он сейчас, вот я пока не могу сказать, и, по-моему, сложно оценить. Но в данной ситуации, конечно, если какой-то такой человек появится, его первого будут хватать. Вот я думаю, что самых активных, самых бойких, уже те, кого там 20 с лишним человек арестовали, вот это были потенциальные лидеры. Дальше они продолжат это самое власти, я имею в виду, и делать. Вычленясь, там и агентов у них теперь уже хватает наверняка. Опять же, то, как они работают. Они сразу внедряют какое-то количество так как бы активистов, которые вынихивают информацию и передают ее властям. Поэтому будет очень непросто. Но вот будем смотреть, как оно будет дальше. Но то, что такой протест безлидерный, это абсолютно нормально. Так часто бывало. Многие революции успешные начинались тоже без лидера. Во главе, а именно просто снизу, с народа, вот такой волной естественной образовывались сами. Наталья, спасибо вам большое за то, что нашли время с нами пообщаться с оппозиционным политиком, членом Полицовета партии Парнас Натальей Пелевиной. Обсуждали митинги в Башкортостане, говорили об обязательном консульском учете россиян за границей и обсудили новый закон, который, очевидно, примут завтра в Госдуме, который подразумевает, что за так называемые фейки российской армии в России будут теперь еще и конфисковывать имущество. Ну, кроме того, что давать сроки. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.